Так, ребят, я тут немножечко навожу порядки на ёлки, возле ёлки, в общем, нацепила игрушечки новые, вот смотрите, птенчики эти прекрасные, машинка просто шикарная, сейчас вам покажу, вот она, ребят, ещё есть одна такая машинка, Дедушка Мороз, вот таких у меня три новых оленей, я их тоже одела, развешала по ёлочке, тут всё пропылесосила снова, потому что очень много блёсток тут было со всех возможных игрушек, в общем, теперь чисто возле ёлки, и вот так вот фигурки расставила, единственное, здесь немножко пустоватое место такое получается, но единственное, что я могу туда поставить, подходящее по величине, это вот эту вот девчулю, но её постоянно хочет украсть фунтик, он хочет её изживать, в общем, может, вот так вот её поставлю, пусть тоже тут тусуется, вот, и что я ещё добавила, а, вот этих пару шаров добавила, даже уже не помню, куда я их тут подвесила, вот, ещё, смотрите, такой оловянный солдатик, и смотрите, как прикольно сделала вот эти игрушечки, которые мы купили с вами недавно в Ленте, тут тортик, пончик, Мишка посадила в сане оленю, и оленя чуть отодвинула, а то он там в углу стоит, его сильно-то не видно, а он такой шикарный, я хочу, чтобы его было видно хорошо, поэтому поставила его здесь, и навстречу ему снеговичок катится, не знаю, куда поставить вот эту вывеску, сюда её ставила, но она тут прям сливается, потому что, как бы, хочется, чтобы Санта куда-то пришёл и увидел, где ему останавливаться, но, в принципе, там неплохо, вот, так что сейчас занимаюсь пока что этим, я ещё с вами не поздоровалась, но, ребята, у меня с ним очень мало сил, так что я это сделаю, всем привет, ребята, сегодня у нас среда, 8 декабря, время уже 3 часа, так что, я думаю, нужно смело переворачивать этому предесному, предесному, прелестному снеговичку носик, вы молодцы, и у нас, вы не поверите, 24 дня до нового года, мне кажется, я реально начала вести этот календарь, потому что я нервничаю, что время очень быстро идёт, ну, серьёзно, благодаря этому, Саньте, я знаю, сколько дней до нового года, и вы тоже, итак, ребята, давайте откроем календари, конечно, уже не утро, но, ребята, у меня вообще сегодня не было, поэтому я себя настраивала на хороший день, почему он приклеился? Ах, что-то пошло не так, что там? Ладно, давайте джелибельки откроем, видимо, мы вчера всё-таки переусердствовали, 8 декабря, трэш, короче, мы вчера переусердствовали со всей этой украшенческой частью спальни, поздно очень легли, из-за этого у меня просто сегодня реально нету сил, ну, такое у всех бывает, ладно, смотрим, что нам эти бобы принесли на 8 день, я так понимаю, что у нас осталось только, наверное, это красное яблоко, потому что розбори, по-моему, у меня было, вот, ребята, как выглядят эти бобы, они красные, и теперь давайте смотреть, что у нас в Хайбоуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Который привезет мне наконец-таки мой заказ Который еще должны были привезти больше Недели назад, представляете Мне сегодня утром пришла одна смс на один заказ И вот буквально 20 минут еще одна смс пришла Что сегодня у меня будет курьер Я не верила, не верила Просто не верила, Фунтик, понимаешь Но мне сегодня привезут календари, которые уже по идее Вот нафиг никому не нужны Ты зачем мне разорвал так? Ой, Фуня, Фуня Ладно, давайте уже откроем восьмой день Я его не могла расковырять Я хотела сказать И знаете, у меня даже настроение поднялось Короче, я хотела сказать, что мы все ближе к 30... Что оно так странно открывается? К 31-му Потому что я была уверена, что эта дверь это все 31 число И только сейчас я разглядела, что это не так Странная какая-то технология Но клево то, что тут у нас хариба, мармеладки Кстати, я сегодня съела мармеладки, которые вчера нам попались Хариба, мягкие мешки Они были настолько вкусные, что я даже не заметила Как я их все умяла Такую маленькую вот пакетулю А тут у нас колечки Вот видите, ринкс Но они что-то какие-то... Даже не колечки, а соски, наверное Так непонятно Киндер-шоллер Да, ребят, это соски из мармелада Но они, кстати, не такие мягкие, как сегодня мишки были Но не такие жесткие, как классические мишки хариба Я их пока что уберу вот сюда В принципе, мармеладки, большие упаковки я сюда складываю Но мы их быстро подъедаем, потому что обычно они вкусные Ребят, это розбори Это 100% розбори Видимо, до этого у меня был красный яблок Красное яблоко А я перепутала его с чем-то другим Потому что это 100% ягода И это, ну, типа клюк Вот что-то такое, типа розбори Очень вкусно Я их оставлю Вот сюда положу Вот у меня уже тарелочка сюда перекочевала Потом доем Видите, тут нет уже бобов Потому что я их все подъедаю Субтитры делал means Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, какой хаос у нас тут сейчас творится Ой, камень В общем, мы тут разобрали шкаф И тут такое пустое место Смотрите, просто можно на самом деле шкаф до потолка делать Если заказывать купе Но кто-то не обещал купе заказать полтора года назад Видите, заказал Так что у нас будет тут шкаф-купе Не, на самом деле шкаф-купе здесь не будет Будет обычно шкаф из Икеи Я надеюсь, он все-таки тоже будет Я думала, что сначала тут пол помою Но я его не помыла Так что я сейчас помою пол Вот И нормально, можно будет уже собирать шкаф Тут, кстати говоря, шкаф Это только вот Раз, два, три Корзинка и вон те полки Вот это Ну и вот эти запчасти Вот это Это вообще мои, как бы, комодики маленькие А еще тут свечи мне надо Надо убрать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Видео вышло, как бы, более-менее сюда Типа поздороваться Я сейчас в пижаме Но вы не подумайте Я не собираюсь все ложиться спать Я вообще ее сейчас переодену Короче, Денису было везде холодно Мне было везде жарко Поэтому мы сошлись на том, что я сейчас переоденусь В что-то менее Я даже носки сняла Во что-то менее теплое Потому что я ходила вот в этих вот флисовых штанах И в этой кофте мне было так удобно Они обе с Микки Маусом, эти вещи И мне они очень нравились И в них реально, ну, типа, жарко дома Когда все окна закрыты И Денису любит Любится, нравится, когда все везде жарко А мне, наоборот Это, наверное, единственное На чем мы с ним не можем сойтись Потому что мы сейчас даже по этому поводу Немножко поругались Капец тут тоналки И я носки сняла Я люблю одеть носки Одеть тапочки И ходить, чтобы при этом дома Была температура, ну, градусов 20 Не больше Он сейчас там шумит, мне кажется Меня слышит Ну, мы не ругались, ребята Ну, просто сам факт, что И не вздорили даже Ну, в общем, мы сошлись на том Что Денис оденет все-таки теплые носки И можно будет окно открыть Вот Я не люблю, когда отопление Все окна закрыты Это вообще не про меня Единственное место, где должно быть жарко Это ванна Чтоб ты там мог с кайфом мыться Спокойно, без всяких напряжений Поэтому я сейчас переоденусь И какие новости к этому часу Во-первых, вы сейчас, скорее всего, смотрите видео За два дня Потому что сегодня я очень мало всего снимала Восьмого декабря Потому что, ну, честно Сотрая себя прям отстойно Очень сильно чувствовала себя У меня сначала не было сил Прям, типа, не было Я думала, потому что мы вчера поздно Легли спать А мы легли вчера спать Где-то в два часа ночи Вот Потом Эта усталость Она не проходила То есть, обычно я бывает Стою уставшая Позанимаюсь йогой Схожу в душ Позавтракаю И усталость Ну, как бы, более-менее проходит Я не становлюсь прям суперактивной Но хотя бы нормально себя чувствую А у меня сегодня наоборот То есть, с утра было более-менее И было хорошее настроение А ближе к обеду стало еще хуже Еще и настроение испортилось Хотя с утра оно было хорошее А у меня настроение реально стремное стало Но потом Я сняла для вас Клевую рекламу Можно так сказать Ну, короче, просто Невероятно крутую штуку И меня отпустило немножко Ну, в плане настроения Оно мне стало лучше Вот Но Сил у меня не прибавилось Что нам сделали? Нам сделали шкаф Я его сейчас вам покажу И пока нам делали шкаф Я у нас в гардеробной Добавила одну стойку Но вы видели Я надеюсь Там Как бы У меня просто камера В какой-то момент выключилась И в какой момент она выключилась Гардеробной Я не знаю Я не посмотрела Насколько у меня заряжена батарейка И поэтому я что-то делала Делала, делала Суперю, камера выключена Думаю, класс В общем Я туда поставила часть Вот этой вот системы хранения Давайте я вам покажу Просто Да и все Идем, 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 идем Идем, идем Пересвет И все Светло Вот что происходит Гардеробной То есть Вот здесь я рейки сняла Которые были между И поставила сюда шкаф Это шкаф из Прихожей Также есть еще Две вот такие части И я не знаю Что с ними делать Честно говоря Либо я хочу К этим частям Дозаказать Вот такие вот Ящики Я сейчас смотрела Вот такие есть в наличии В Икеа С мелкой сеткой А с большой сеткой В Икеа нет У нас в наличии И непонятно Когда они появятся Поэтому возможно Я сейчас к этой части Закажу ящики И может быть мы Поставим где-то здесь Но я думаю Мы это не сегодня Решим Потому что Сегодня у меня Честно сил на это Не останется И еще повесили Вот такие вот Тубочки За дверью Ребята Это очень удобно Видите Место Там и так Мы покупали Мы покупали Такие же обувницы Нам вниз И они стоили Тогда 2000 рублей Почувствуйте Инфляцию Ну говорили Кстати говоря Много где Что в Икеа Подорожает мебель И поскольку Я постоянный Покупатель Икеа Я реально вам говорю Там все так Подорожало Прям очень сильно Допустим Комод мы покупали В том году За 16 тысяч В этом году Он уже стоит 20 Я думаю Капец Причем это реально Было год назад Там может быть Летом Осенью Я думаю Как так Настолько много И там много товаров Подорожало Не знаю Еще что В пример привезти Я мало что смотрела Я сегодня сделала Уже кстати заказ В Икеа На дофига денег Мы будем менять Прихожую Но это будет Где-то через неделю Не буду пока Рассказывать Что я там надумала Но сегодня Мне пришла В идея такая В голову Я думаю Если мы это Можем сделать Мы это постараемся Сделать Так что вот И я сейчас Еще хочу заказать Вот такие вот Две штуки Они тоже сейчас Есть в наличии Потому что Вот эти мы купили Месяц назад Еще в самой Икеа Забрали их последние То есть больше не было Еще таких кстати Есть черные Были по крайней мере Сейчас вот тоже Вроде как На сайте не вижу Может вообще Из ассортимента вышли А еще из новостей У меня оторвался ноготь Вот Когда я делала Вот эти шкафы У меня в какой-то момент Там что-то соединяло Раскрепляло В общем ноготь оторвался Было не очень приятно И вот мы только Привели в порядок Нашу гардеробную Она снова Засрана Поздравьте нас Спасибо Мы это умеем Все ребята Я с вами Я переоделась в одежду Которая мне нравится По внешнему виду А да Я еще себе Сегодня делала локоны Но не закрепила их лаком Я не знаю По какой причине И из-за этого Моя прическа Не дожила Даже до 9 часов Хотя я их делала Ну прическа Часа в 3 дня И знаете Чего-то так неприятно У меня была такая Красивая укладка Я думаю Блин Почему я не снимаю Сейчас влог А у меня даже сил Разговаривать не было Чтобы вы понимали Сейчас я могу с вами Поговорить как обычно И вы скажете Да вроде у тебя все нормально Все дела Но я не могла разговаривать То есть я прям вот У меня не было сил Но я думаю У всех бывает такое Что нету даже сил На то чтобы разговаривать Понимаете Сейчас вроде Вот сейчас разошлась Вот сейчас вот могу Но я подумала Что было бы прикольно Сделать такой мини перерыв От каждодневного Монтирования влогов Поэтому Прошу прощения Ребята Кто вчера ждал влог Я надеюсь выпустить Ну то есть получается Послезавтра Видео за 2 дня За сегодняшний день И за завтрашний Который мы с вами Надеюсь завтра Классно проведем Но сейчас Ну и тем более Влог будет подлиннее Я знаю что вы любите Больше влоги Там не на 20 минут Я могу сейчас Как бы вам на 20 минут За сегодня сделать Наверное Потому что я сейчас Планирую пойти в прихожую Там вещи убирать Но я не знаю Посмотрю Может быть в итоге Вообще это видео вышло И вы такие Че Маш Сегодня как бы ты Выпустила влог За один день Не знаю еще Как получится Посмотрим В общем Погнали сейчас Мне не нравится Как я выгляжу в зеркало Ребят Ну такое бывает Погнали сейчас Покажу Что у нас происходит В зале Потому что там Все вещи валяются Из-за того что Я убирала все корзинки Я все из корзинок Вываливала Просто все вываливала И покажу вам шкаф Он реально клевый Блин Время реально Ребят 20.55 И вот чей-то Комментарий Попал просто Во влог Влад крутой Ура Новое видео Ура Новое видео Привет Привет Влад Крутой Спускаемся 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 И Пожалуйста Мы попадаем В нашу Гостиную Вот тут Такой трэш Происходит Как-то Вот так Все Но я надеюсь Что оно того стоит Ведь шкаф Получился Очень красивый Ребята Внимание Та-дам Просто небо И земля С тем что было Открытое Хранение В гардеробной Это вообще Оказывается Не очень Ой В гардеробной В прихожей Да и в гардеробной Не очень вещи пылятся Поэтому Я не рекомендую Вам открытое хранение Вот серьезно Я просто мечтала Об этом Шкафе Шкафу И знаете Сколько долго Его не было в наличии Я наверное Месяца два Его пыталась заказать И вот один раз Даже это было Уже в конце ноября Да В 20-х числах Они появились В наличии Я их не успела заказать Потому что там У меня были какие-то Проблемы с сайтом Я пыталась оформить Доставку У меня не получалось Я психнула И забила Наверное Ну где-то на день На оформление Там было в наличии Что-то 40 шкафов Этих Он стоит ребят 13 тысяч рублей По-моему Там 12 Ну 12,5 Там плюс доставка Давайте считать 13 тысяч рублей И за эти деньги Где-то похожий шкаф Кроме Икеи Не купишь Видимо поэтому Они очень популярны Это серия Пакс Его можно По-разному Закомбинировать Можно выбирать Другие двери Можно выбирать Там полочки Добавить Можно корзины Другие добавить Но я не хотела Париться Потому что Сейчас мне надоело Париться С мебелью В доме Поэтому я решила Заказать Вот такой вот А ну я Кстати я хотела Запариться И заказать Там другие Двери выбрать Допустим Но не было Именно Самого каркаса Видимо в наличии Вроде как Я понимаю У меня Теребонькает В носу Надеюсь Я не заболеваю Знаете Теребонькает Когда там Что-то щекотит И у Дениса Тоже Я надеюсь Что это Это просто Совпадение Поэтому я Чешу нос Потому что Там что-то чешется Ну так вот К чему я К тому что Я очень долго Хотела этот шкаф Вот реально Два месяца Ждала его Вот он в конце Ноября появился Потом сразу исчез И вот в начале Декабря появился Я его заказала Мы его через неделю Забрали Потому что Там надо ждать Долго Даже самовывоза Вообще Такая красота Все Я безумно счастлива Он огромный Ребята Посмотрите Я даже рукой Не могу дотянуться До конца Это очень высоко Он наверное Такой высотой Как у нас Потолки на втором этаже Да 100% Он очень высокий Ручки я выбирала сама То есть шкаф идет Без ручек Ручки выбираешь сам Но ручки я взяла Такие маленькие пуговки Потому что И здесь у нас Такие маленькие пуговки А кто тут Такие маленькие пуговки На полу очень грязно Потому что тут Собирали как бы этот шкаф Поэтому тут грязно Единственное Что я может быть Сейчас попрошу Дениса изменить Это полку повыше Поднять Потому что А почему Потому что я Попросила так сделать А мне что-то кажется Что как-то низковато И если сделать повыше Сюда больше обуви Войдет в этот ящик Потому что Эта корзина Я для обуви Думаю использовать Тут ничего нету Вот как бы Одна вот такая корзина Вот такая полка Штанга И еще полка Все На этом все Ребята На этом все Как она там легко По идее Это просто Поднять полку Надо вот эти штучки Приподнять вот сюда Куда-то Не будет повыше Наверное Мы так и сделаем Да попросим Дениса Все Сейчас я начну с того Что буду сюда Тащить одежду На вешалках Которую мы будем носить Сейчас в этом сезоне А остальное Мы куда-то уберем Так что Начинаем Ах да Ребята Ко мне же сегодня Еще и ДПД приехал Курьер Я правда Еще не смотрела Посылки эти Вот они стоят От мейкап Сайта Господи Это просто Какое-то Неуважение Клиентам Столько Долго Ехать Кто не в курсе И вдруг Случайно Включил этот влог И не понимаю Что происходит Мне 30 ноября Прям когда я снимала Влог Позвонил Автоответчик Или там Что-то там С ДПД Позвонили И сказали Мария Анатольевна Завтра мы Привезем вам Вашу доставку Ждите И мы 1 числа Сидели дома Наряжали елку Никуда не уезжали Потому что Если уедешь Фиг ты там И сейчас заберешь Свой заказ Если ты уехал А курьер приехал И тебе не было дома Первого не привезли Второго звоню Говорят у вас Доставка на второе Третьего звоню У вас говорят Доставка на третье Третьего я уж Не выдержала Дождалась ответа Оператора Полчаса ждала 18 минут Ладно И мне сказали Что да Мы сегодня Вам привезем Ждите смски О том Что вам будет Назначен курьер Смска не пришла Заказ тоже не пришел Я звоню Вечером Третьего числа Где-то Фунтик Нельзя Я звоню Где-то Восемь часов И мне говорят Мария Анатольевна Ваш заказ Назначен На восьмое Января Восьмое И вот прошла Неделя И мне привезли Заказ Как можно На них положиться Я не понимаю Представляете День рождения И вот у меня В том году Была такая ситуация Что подарок Денису День рождения Не привезли Вовремя Дип-иди Я рей Так ребята Это просто прикол Блин У меня камера Опять садится Господи Вот начинаешь Только влог снимать Сразу камера Садится Аааа Настоящий влогер Всегда носит батарейку Все Врубай Ребят В общем-то Такая история Смотрите Мы хотим налить ванну воды Может я приму воду Пусть такая тряпка Прям классно смотрится Давай уберем Я знаю Чтобы воду Брял Короче Я не знаю На камере видно Нет Но там прям Кипяток льется Идет пар Сейчас Так уже идет Ребята Идет пар На камере Видно Видно Она пошла Прикольно Прикольно Мне кажется Нужно поменьше сделать Нет? Чтобы она Наверное нашла Нет? Нет Пусть кипяток идет В общем История следующая Оказывается Мы жили полтора года В доме И У нас Нагревательная система Работала не на максимум То есть она стояла На тройке Хотя максимум это пять На двойке стояла На двойке А максимум пять Представляете? И я думала Что я не могу Помыться в ванной На 30% Получается Работала, да? На сорт Да, да, да Два из пяти Да, где-то так Представляете? И вот сейчас У меня есть все шансы Немножечко Тут сделать Водички горячей Ну то есть Раньше У нас набиралось Горячей воды Вот столько Чтобы можно было Ванну принять Сейчас Возможно Вот столько Будет горячей воды И я приму в ванну И тогда Ребята Мы сделаем Вот такую ванну Потому что у меня есть Вот такая вот штучка Шиммер для ванн Звездната Звездната Я думала В общем Какова красота Вы потом увидите Эту какову красоту Ребята Это просто оцените Я очень старалась Мы сегодня снимали Такую Ну это типа реклама Но на самом деле Эти продукты Такие классные Что я была безумно рада Что ко мне обратились Чтобы я Рассказала вам о них Потому что Они очень клевые Они от классного блогера Думаю Вы точно про него слышали Саманту Вы точно же смотрели Это По-моему Стас зовут Этого блогера Я не помню Я не знаю Его настоящее имя полное В общем Он в инстаграме Всегда снимает Всякие приколюхи Вайны всякие Мне это реально классно Очень прикольно И вот у него Вышел в коллаборации С другим брендом Вот такой вот Косметоз Есть еще шиммер Для ванны Лавандушка И вот скрабец для тела Вот этим я уже пользовалась Это очень вкусно Это прям крабовый скраб Для тела Скрабовая стружка Там идет Вот состав Ребята Там морская соль Кокосовая стружка Крабовая стружка Говорю прикинь Кокосовая стружка Все уже Реально У меня сегодня Очень странный день Ну я вам уже рассказывала То есть Ну серьезно Очень странный Мне еще не нравится Как я выгляжу Мне кажется К вечеру Как будто Оттекла Что ли С утра была нормальная Сейчас какая-то странная Я вот забрала себе волосы Потому что мне не мешали Еще мне эта прическа У меня сейчас такая прическа Вот такая И она меня что-то подвешивает Честно говоря Последнее время Поэтому я волосы убираю Обычно я делаю С помощью бантика Ну вы знаете Сейчас я решила Убирать оленя Поэтому я второй день Уже олень Вот А еще Вчера же вышло Расхламление Моего гардероба И меня люди захейтили За то, что я оставила Кофту с катышками Ребят Есть просто такие кофты Вот как эта Она в катышках Я ее носила Два месяца Два раза всего Просто из-за того Что качество плохое Она в катышках Мне жалко эту кофту Она клевая Она мне нравится Мне в ней комфортно А если мне в ней комфортно И она мне нравится Я ее себе оставлю А если вещь допустим Очень дорогая Даже очень качественная Но она как-то Колется допустим Или еще что-то Или мне по размеру не нравится Я люблю когда рукава длинные Чтобы вот так сделать И мне очень комфортно В общем я эту вещь кому-нибудь отдам А если она в катышках Кому я ее отдам Ребят Ну кому Ну сами подумайте Я буду в ней ходить Пока она совсем в катышку не станет И тем более я хожу в ней вот как бы дома Да Как домашняя одежда Чуть не подавилась Это я ее замарала кетчупом Макароны с кетчупом Кетчупом Кстати да Я утром ела макароны с кетчупом С кетчупом И замарала кетчупом Так Смотрим на Фунтика Который Он кстати очень любит купаться И если я залезу в ванну Он обязательно ко мне сядет Несколько раз А я об этом ни разу не рассказывала Сейчас я выключу воду Это очень громко Короче я об этом ни разу не рассказывала Но как видите У нас тут нету шторки У нас нету перегородок То есть когда ты принимаешь ванну Вернее душ Потому что ванну мы не принимаем Ты стоишь открытый И Фунтик забирается вот сюда На этот пьедестал И пару раз Это было 100% в два раза Он прям прыгал ко мне в душевую И со мной принимал душ Он прям мылся со мной Представляете Это так необычно Я ни разу в жизни не встречала Собаку Которая так сильно Любит купаться И мне кажется Если я сейчас приму ванну Я первый раз сейчас буду Практически принимать ванну Если я буду принимать ванну В этом доме конечно Блин Сейчас вообще странная прическа Мне кажется Он ко мне залезет О господи Что все выковырилось Это пипец Пока я брала и включала камеру Уже время стало 22-23 Но все равно Давайте сейчас загадаем желание Может быть на 23-23 успеем В общем загадываем Типа 22-22 Все молодцы Давайте посмотрим Что по шкафу Я наверх закинула коробку Она так криво стоит Потому что я ее Прямо туда вот так закинула И поправляла ее С помощью ребят воды Я ее просто вот так вот так Подправляла Поэтому мы сейчас Наверное Возьмем лестницу Или завтра уже Наверное это сделаем И нормальную поставим Тем более надо убрать Такую же вторую коробку Но нету Она еще в комнате стоит Вот что получается Смотрите Самое что мне нравится Как я организовала Это шарфы Мне будет удобно Их доставать Тут почти все шарфы теплые Кроме вот этого Вообще бесполезный Это знаете Такой типа палантин Он очень легкий Я шарфы ношу только зимой И сейчас его не оденешь Также у меня тут банданы И вот такие балаклавы Спросите зачем Да потому что в том году Было минус 35 И я реально ходила В этих балаклавах на улице В розовую В зеленую не ходила Она даже вон еще С ценником Еще есть такая черная Балаклава Она Денис Мне кажется Я ее где-то потерял Когда мы катались На квадроциклах Дальше у нас идут Три корзины Я не знала уже Что делать с этими корзинами Короче с ними такая беда Что когда у нас появился Фунтик Он их начал жевать И Ладно бы он их просто жевал Он глотает Вот эти частички Это водоросли вроде как Это корзины из водорослей И у него в один день Он прям ими Извините Кто-то кушает Блеванул Я прошу прощения За подробности И там были вот эти частички У него весь день болел живот Я уже думала Мы поедем в больницу Но слава богу Все обошлось То есть Ничего там крови Ничего такого не было То есть ему было плохо Потому что он нажрался Водорослей Но Этот собака Все таки Он не понимает Что эти корзины Есть нельзя Он их постоянно жует И поэтому я их собрала По всему дому И убрала Они у меня лежали без дела Я думала Господи Что с ними делать Я раньше в эти корзины Складывала всякие игрушки Подушки Игрушки То есть Игрушки баксы Здесь лежали Бакс вообще Безразличны эти корзины Он их не жевал Никогда Ничего с ними не делал Но Фунтику Хочется жевать Все И вот эти корзины Они очень сильно Привлекали его внимание И я рада Что наконец-таки Я нашла им применение В эту корзину Я сложила все шапки Дениса Если вы подумаете Что ой Бедный Денис У него так мало шапок По сравнению Допустим С моей корзиной То нет Ребята У него много шапок Просто они лежат Все в машине И Денис Постоянно теряет шапки Я не знаю Вот у него такая проблема Может у кого-то тоже из вас Я знаю Что есть такие люди Кто постоянно теряет шапки Когда в школе училась Вы не верю У нас были ребята Которые постоянно теряли шапки Вот у меня Тфу-тфу Постучим Такого вроде не было В общем там шапки мои Тут Денис А тут перчатки С перчатками У нас у обоих проблема С варежками Мы постоянно теряем Их Тут многие перчатки По одной валяются Самое жалко Если мы вот эти перчатки Хорошие Теплые Потеряли То есть я одну нашла Она грязная Потому что мы катались На квадриках в них И Денис не постирал В общем я нашла такую Только одну Я надеюсь Я найду такую вторую Потому что они Блин Теплые Качественные И у Дениса Больше нету таких теплых Перчаток зимних Придется тогда покупать В общем как-то так Организовала Потом я отвлеклась Пошла мыть свои ботинки Белые В ванну Кстати Сильно Прям за обуви Так ребят Мы еще сегодня Начали смотреть Вот такой сериал Чисто на фоне Вот так он называется Не буду его озвучивать Мало ли что Ютуб забанит В принципе прикольный Он такой прям Движовый Я сильно в него Не углублялась Так ребят Сейчас будет Челлендж Найди фунтика Нашли Если кто-то нашел Напишите в комментариях Где он Потому что он Как бы тут Закоперировался В общем в принципе Неплохой На фоне точно Можно посмотреть Пока ты что-то делаешь Ну вроде на нетфликсе Его включили Хоть там написано HBO Max Но это вроде нетфликс Вот что у меня Еще здесь осталось Что я точно Сейчас уберу в шкаф Так это вот Я кепки сложила И свои шляпы Я в том году Обожала носить шляпы Набрала разных шляп Просто Вот за этой шляпой Я вообще Отхотилась Это коллаборация H&M и Кангул Кангул Это такая фирма Которая производит Различные махеровые Типа вот такой Вот шапки Шарфы А сейчас Я что-то как-то Безразлично Шляпам Но Может когда-нибудь Они мне пригодятся В общем я это уберу Наверх шкафа Музыка Ну что ребят мы в адной Время уже почти 12 часов Так что давайте Откроем Эдвандали Эдванд календари За сегодня 8 декабря Кларанс Удиви меня Пожалуйста Пожалуйста Какая маленькая Смотрите ячейка Там что-то Вот фокус Такой гель Крем мэйнс Я так понимаю Тут у меня вообще В адвент календарях Сегодня Так что Огромный лайк Спасибо Эдвентики Я вас люблю Ну что ребят С легким паром Меня Я сегодня Так странно Выгляжу Вы наверное Скажете нормально А я скажу нет У меня прическа Просто какая-то Ужасная В общем Я сходила в ванную Прикиньте А Ее надо Это спустить Я тут кидала бомбочку Поэтому вода Такая непрозрачная И знаете Это было клево Вода не горячая Конечно Как я бы хотела Но ребята Я приняла ванную Господи Это случилось Наконец-таки Первый раз За полтора года Я приняла ванную Так что Это было очень круто И я себе Сделала вот эти патчи Вы скажете А зачем тебе патчи На ночь А я скажу Почему нет Могу Умею и практикую Я думаю Будет прикольно Они увлажнят Как раз таки кожу И я нанесла на губы Вот этот супер маленький Essential Balm Знаете Он такой жирный Но мне очень нравится У него кстати Нет никакого аромата Прям вообще Прям совсем И из приятных новостей У меня были не одни патчи А сразу три упаковки Как у Дениса И помните Я перепутала баночки Вот эта штука Мне сегодня попалась А вот эта вчера Вот это крем А вот это маска Смотрите как они похожи Я хотела себе еще маску Нанести Когда в ванной сидела Но я забыла Маску нанесу Поэтому завтра В общем у меня календари Уже все закрыты Зай Пойдем открывать календари Я уже хочу посмотреть Что у Дениса Потому что У него есть Тут у меня календарь И для меня Это прям Такой сюрприз И я всегда хочу Посмотреть больше чем он Что находится В каждой ячейке Каждого дня Мы тебя ждем Давай Давай Давайте Раз Два Денис Я прям жду тебя Прям вообще Жду Три Опля Вот я Ты когда говоришь Опля Многие слышат В этом мат Прикинь Опля Ну опля Ребята Это не Это не мат Это опля Давайте начнем Сейсос Восьмой день И у нас Восьмой день И у нас Такой прямоугольник Орджинари Что там Кедрэйшн Ин ойл Там что-то у тебя С маслом Открывай аккуратнее Это за орджинари Вы бы видели Я почему Твое лицо Не снимала Денису досталась Такая сыворотка Можешь забрать Сто процентов Пёрт Сквалет Фо Сервис Хайдер В общем Что-то увлажняющее Зай Я ей намажусь Прям сейчас Хорошо Давай Следующая Календарь Давай От Восьмой день И у нас Чё за маска Кентлеменс Маска Покажи Давай, ну-ка Джентлеменс Шит маск Режеванейшн То есть Обновление Увлажнение Идеально И Анти-возрастной коллагент Анти-эйджинг Я с ней делал уже патчи Так что Ты делал? Серьезно? Смотри У меня тоже попались Круто Я вот эти не сделала Спасибо за сыворотку Не, ну-ка Это Дениса будет Ильяна Тебе не нужна А чё, если я сыворотку И маску И... Будет бомба Так так и надо Вообще-то Я тебе реально говорю Но вообще Косметологи советуют Под каждую маску Носить свою сыворотку Здорово Ну сейчас так и сделаю Моемся Давай Ура Наконец-таки Мне нравится Моя прическа Ребят Вот, надо было Сразу сделать Такую улечку И как-то Сразу становится Хорошо Я намазалась Сыворотка Дениса Честно говоря Она прям масляная Потому что Как-то неправильно Поняла О чём там идёт речь Ладно, не буду мазать Завтра Завтра утром Проснусь В такая прыщах Потому что У меня масляные Текстуры не идут У меня сразу Кхамидоны Вылазят Такие подкожные Прыщи очень болючие От всего масляного На мне протестируем Там что-то Фунтик ворчит Ну Фунтик не сюда А чё, можно заканчивать Я в этом долго буду Денис всё это Долго распрямляет Ладно Мы со свечками Не открыли календарь Ну ладно Завтра откроем Здорово Спасибо Что спрашиваешь Денис разговаривает Сири и Алиса Итак, ребята Я вам хотела сказать Во-первых Спасибо большое За 911 тысяч подписчиков И Знаете, что мне Денис Предложил Чтобы я Прямо вот в эфире Ну, во влоге Лайкала ваши комментарии Потому что Я вот так Вот обычно сижу Их и лайкаю И читаю Так что сейчас Мы будем с вами вместе Читать какие-нибудь комментарии И это очень прикольно Да Так что Можете писать комментарии Может быть Я отвечу их Во время влогмаса Ну да Это прикольно Мне такое нравится Да Во-первых Всем спасибо За приятные комментарии Очень много Вот Ксении Спасибо Юлии Гоу Шопинг Плеруа Да, ребят Кстати, я увидела Но не очень много Комментарий Типа Давайте Шопинг Плеруа Да Но я вижу Что вы за Так что Может быть Поедем Спасибо большое Что Многие откликаются Можете Можете Нать уборку В ванной Тысяч за 5 купила Блин Ну я думала Она дороже Выглядит Честно говоря Столько Косметики Каждый день На лицо Ребят Не знаю Косметика Как бы У меня мало Косметики Я использую Ну они просто Думают Что там Косметика Там У тебя Стуки-брики Стуки-брики Классные Самые Влоги Так Это все Пропускаем Леруа Вот Видите Много раз Написали Что Леруа Хочет Но это Одна и та же Девочка Пишет Люстра Выглядит На 5 тысяч Рублей Прикольно Короче Я купила За 2 с половиной Так что Люстра Выглядит Все равно Дороже Но на самом деле Она стоила Десятку Типа Ну ребята Реально Была Распродажа Я такая Думаю Прикольная В общем Всем спасибо Дениса Футболка Мерч Бейт На вау Он шарит Да ребята Это единственная Футболка С мерча Кстати Сейчас вам Расскажу Историю Подождите Я сейчас Подождите Камеру сделаю Расскажу вам Сейчас историю Это единственная Футболка Которая Осталась Вообще От мерча Чего-либо То есть мы Кто с нами Давно То знает То что В прошлом Позапрошлом Это был Это было Начало 2020 Конец 2019 Я вела Рубрику На свой канал Мерча От разных Блогеров И тогда Это реально Был бум Прям мерч От блогеров Их было Очень много Я их все Заказывала Проверяла Мне это Очень нравилось Но Как правило Мне весь мерч Подходил По размеру Либо по фасону Либо по цвету Единственный мерч Который остался Это футболка От Пейтона Хотя у него Все остальные вещи У Пейтона Это был Очень дорогой заказ Были фиговые Толстовки Брюки Они сразу Покрылись Катышками У них качество Было хуже Чем в H&M Но вот эта футболка Она неубиваемая Она из какого-то Такого классного Материала Что вниз Мне ходит Почти каждый день Его любимая Домашняя Как бы футболка Ему очень нравится Ну и она выглядит Нормально То есть Симпатичная Я даже не знаю Какой бы я сейчас Мерч заказала Честно говоря Я видела У Американских Ютубер Мерч Влогмас Но Я пока их закажу Уже будет Март месяц Ну то есть Пока они мне придут И Эта девочка Ее Алиша По-моему зовут Вроде да Она каждый год Почти выпускает У себя такой мерч Посвященный Влогмасам Потому что она Уже там Пять или семь лет Подряд снимает Влогмасы И вот она Выпускает В том году выпускала Наверное в позапрошлом Тоже В том точно выпускала Мерч типа Влогмас Там 2000 Допустим 21 И она сама В таких худи Ходит В свитшотах И штанишках Ну и Подписчикам Можно купить По-моему это очень круто Я бы тоже такое Хотела на самом деле Выпустить Но это мне кажется Очень сложно Но прикольно Я бы хотела Купить ее этот мерч Прям в нем ходить Я бы в своих Влогмасах ходила В мерчи Влогмас От другого блогера Но повторюсь еще раз Она в Америке Я в Екатеринбурге И как бы Заказать наверное Можно Даже через посредник Она идти будет Месяца полтора Или два И это будет Уже мне не актуально Вот так что Как-то так Мы уже в кровати Поэтому Я так полагаю Сегодня будет все-таки Полноценный влог Так что ребята Всем спасибо Седьмое Восьмое декабря Было Очень странное Просто потому что Я была очень уставшая Почти весь день И реально Как-то пришла в себя Ближе к шести часа вечера Но Мы его провели вместе Так что Спасибо что вы были со мной Спасибо что посмотрели Этот влог Самый Я надеюсь что будет Самый Тухлый влог Этого декабря Влогмас Давайте Сделаем так Чтоб это был Самый тухлый влогмас Давайте дом Посмотрим Реально Бесплатно Бесплатно Ребята Все мы включаем Один дома И на этом Вам говорим Спокойной ночи Мы его прям Смотреть конечно же Не будем Он еще и не включится Да И Уснем под него Так что Всем спокойной ночи Хороших снов И Камера как трясется Пока